Послушаю информацию на потом. Сначала курс прохожу. Без любви к себе в отношениях все-таки нельзя. Надоели больные отношения. Анастасия, вы знаете, ну, не то чтобы нельзя. Я же проходила во время моих отношений сегодняшних. Но это реально было тяжело, потому что не каждый партнер выдержит больного. Понимаете? Во-вторых, у больного есть шанс подцепить больного. Да? Они притягиваются друг к другу и так далее. И начинают друг друга мучить. И вот это вот все. Или выбираем мы не тех. Когда у нас есть какие-то неврозы, когда мы воспринимаем эмоции, чувства, эмоции. Почему девушки говорят часто, ну, вроде там есть хорошие парни, но мне нравятся обязательно плохие. Мне всегда тянуло на плохих. Не то что на плохих тянет, тянет на эмоции. Тянет на страдания. Потому что где-то в глубине души сидит убеждение, что настоящая любовь – это страдания. Понимаете? И вот если хороший, приличный, покладистый, трудолюбивый и так далее, никаких тебе страданий, все скучно, и кажется, что это не любовь. И вот этот вот невроз притягивает всяких негодяев, и начинается вот это вот мучение. И чем больше мучается девушка, тем кажется ей, что любовь больше и растет, и растет. Ну, в общем, бред еще тот, конечно. Поэтому можно все сразу, но лучше по отдельности. Что делать, если мужчине 40 лет, а он живет сейчас с отцом? А чего хочется? Самый главный вопрос нашей жизни в каждой ситуации. Чего нам хочется от этого мужчины, от отношений и от себя? Ну, я пофантазирую, наверное, если вы указали возраст, вас удивляет, что он живет с папой, и вам это не нравится. Правильно, мне бы тоже удивило, мне бы тоже не понравилось, потому что это диагноз. В 40 лет жить с родителями – папенькин сынок или маменькин сынок. То есть, скорее всего, женщина должна… Опять же, я фантазирую, но очень часто бывает, какая-то мамочка, вот ему нужна какая-то мамочка. Вот он с папочкой сейчас живет, ему еще нужна мамочка. Если вы готовы, вы себя комфортно чувствуете в этой роли, пожалуйста. Если нет, то стоит задуматься. Как перестать требовать у парня, чтобы он слушался? Становится ужасно когда-нибудь, по-моему. Ой, вы знаете, это от комплексов все-таки. У меня когда-то тоже такое было. Я, слово нет, меня прям трясло, если мне говорили нет. И мне мой будущий муж говорил, слушай, у тебя какая-то… Я боюсь тебя, когда я тебе говорю нет. У тебя начинается что-то страшное. Из тебя выходит пантера, и я не знаю, что с ней делать. А пантера выходила от комплексов. То есть, воспринимаю на свой счет, вот это вот нет воспринимала как знак своего некачества. Нет воспринимала как какое-то оскорбление. Нет как… Отсутствовало уважение к себе, поэтому отсутствовало уважение к другому человеку. Отсутствовало уважение к его точке зрения, к тому, что он может думать по-другому, иметь какие-то свои мысли и так далее. Поэтому, когда вы уважаете себя, когда вы спокойны, тогда вы доброжелательны по отношению к окружающим, уважайте их позицию. То есть, копать нужно туда как раз. Когда спрашивают, что ищешь на сайте знакомств, когда ищешь долгосрочные отношения. Да вы все что угодно можете отвечать. Можно просто отшутиться. Ну, ищу любовь на всю жизнь. Вам есть что предложить. Или вообще семью еще. Вам есть что предложить. И единственное, что… Все-таки советую отвечать в шутку. Потому что люди бывают разные. У каждого тоже свой опыт. Какие-то свои эти. И не говорить о том, что вы ищете серьезные отношения, когда вас не спрашивают. То есть, нет разговора, никто вас не спрашивает, а что ты там ищешь, что ты вообще делаешь. Просто разговор не о том, женщина садится, так, смотри, я серьезные отношения ищу, замуж хочу, мне только нужны те, которые серьезные и которые семью. Потому что один из вариантов ответа мужского – я хочу семью, но это не значит, что я хочу ее с тобой. Понимаете? Ты мне еще покажи, какая ты. Семью она хочет. Ну, то есть такое. И еще здесь, хотя мне эта позиция женская понятна, да, то есть женщина, она хочет сразу заявить о том, что она честна и порядочна, и как бы нечего тут никакие игры разводить. Но с мужской точки зрения, она ставит семью выше человека. И ей наплевать на мужчину. Вот у нее цель семья, с помощью кого она ее достигнет, ей наплевать. Ты будешь, Петя, хоть кто. Вот кто подойдет для семьи, кто женится. А как человек ты меня не интересуешь. Понимаете? То есть это даже в какой-то степени оскорбительно. Поэтому здесь вот осторожно. Если все-таки настаивать, спрашивайте, что вы там ищете. Любовь ищу, семью ищу, отношения хорошего человека ищу, человека на всю жизнь. А вам есть что предложить? Вы как, хороший?